Адский пейзаж твиттера. Олег Адольфович за 30 октября 2022 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить Дмитрия и Анонима, которые поддержали канал Финансово. Огромное спасибо за денежные переводы. Поехали. Добрый день, империя. Вот что заявил Дональд Трамп, узнав о покупке миллиардером Илоном Маском крупнейшей соцсети в мире. Я очень рад, что твиттер теперь в здравом уме и им больше не будут управлять радикальные левые сумасшедшие маньяки, которые действительно ненавидят нашу страну. Дмитрий Анатольевич тоже отметился удачи на Илон Маск в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в твиттере и прекратите бизнес Старлинк на Украине. Честно говоря, Маск взялся за менеджмент компании очень круто. Не успев войти в офис, он выкинул за борт индийский десант. Своих постов моментально лишились генеральный директор Парак Агравал, Финдир Нетсигал и главный юрист Виджая Гадды. Последняя, к слову, знаменита тем, что именно по ее требованию был навечно заблокирован аккаунт Трампа. Говорят, что сейчас он снова доступен, но эта информация нуждается в подтверждении самим Трампом. В первый же рабочий день в твиттере Маск получил тысячи петиций от владельцев, убитых прежним менеджментом, аккаунтов. Среди прочих отметилась и Маргарита Симоньян, попросив разбанить аккаунты RT и Спутник, а также снять теневой запрет со своего личного аккаунта. Эй, Эллен Маск, теперь, когда ты владеешь твиттером, поможешь ли ты дать отпор законопроекту Трюдо о цензуре в интернете С-11? Обращение общественной организации Канада Пратт, выступающей за отставку премьера Джастина Трюдо. Впервые слышу об этом, сознался Маск и пообещал разобраться с вопросом. Рейтерс успели опросить 266 сотрудников компании, из них только 26 ответили, что не ожидают скорого увольнения. А это менее 10% от общего числа опрошенных. Сказать, что среди сотрудников царит настоящая паника, это ничего не сказать. С 28 октября прошло всего пару дней, а часть сотрудников уже пошла по рукам психотерапевтов. Все понимают, что найти новое место работы с сопоставимой зарплатой будет почти невозможно. Поэтому персонал впадает в депрессию. Впрочем, когда и кого из работодателей интересовали слезы и супли трудовых резервов? Агровал и Сигал находились в штаб-квартире Твиттера в Сан-Франциско в тот момент, когда сделка по покупке компании была окончательно закрыта. Их моментально выдворили с территории компании, не дав спрятать самые сомнительные документы на самих себя. Понятно, что к этой сделке были готовы, но в определенный момент менеджменту показалось, что ее уже не будет. Следовательно, далеко не все документы и файлы были тут же подчищены. Аудиторам предстоит гигантская работа по восстановлению документов, исчезнувших с компьютеров. К счастью для Маска, большую часть из них удастся восстановить, поскольку с форматированием дисков индийский десант просто не успел. Похоже, Илон найдет там очень много интересных штук, касающихся внутренней политики Твиттера. И вот именно это вдруг стало очень серьезно напрягать либеральную часть Конгресса США. Начались вопли. Вопят о том, что Илон Маск создаст в Твиттере адский пейзаж, выпустив на волю всяких негодяев наподобие консерваторов Трампа и Скотта Риттера. К слову, последний уже успел отметиться в разблокированном аккаунте, написав тестовый статус. Моментально возмутились европейские регуляторы. Илону Маску полетели предупреждения, что обновленный Твиттер обязан соблюдать закон Евросоюза о цифровых услугах. Если в Брюсселе сочтут часть контента незаконным, то Маску грозят миллиардные штрафы. Что такое незаконный контент? К примеру, высказывание Риттера о том, что конфликт на Украине является виной Запада. Или предложение Трампа открыть следствие против либеральных политиков и СМИ. Это вообще недопустимо, ибо посягательство на свободу слова и прав на задний привод. При этом Маск сумел при сделке вывести Твиттер из разряда публичных в разряд частной компании. А это значит, что часть рычагов давления на него теперь недоступны. Грубо говоря, Маск выкупил все акции у всех акционеров, став единоличным владельцем. Возможно, через некоторое время Твиттер снова выйдет на фондовые биржи. Но пока Маску это не требуется. Почему ситуация с Твиттером так важна для нас? Она дает понимание, что творится с крупным бизнесом в Америке. Если богатейший человек мира, открыто и публично, переходит на сторону республиканцев, это очень важный знак для всех остальных крупных предпринимателей. Похоже, время демократов заканчивается, и с их посудиной пора бежать. В Европе птица будет летать по нашим правилам ЕС. Написал в пятницу утром глава цифровой отрасли Евросоюза Тьерри Бретон. Доходит до того, что депутат Европейского парламента и сторонник гражданских прав Патрик Брейер предложил людям искать альтернативные социальные сети, где конфиденциальность является приоритетом. Это Facebook, что ли? Или Instagram? Еще одна помойка Цукерберга. Что-то не то с гражданскими правами в Европе, если их сторонник пытается диктовать гражданам, чем им пользоваться. Важно понимать, что прямо сейчас либералы на наших глазах лишаются ведущей площадки для продвижения своих ценностей, взглядов, указявок и беспардонной лжи по поводу своих противников. Поэтому они бьются в подучи, грозя Маску всеми известными человечеству карами. Впрочем, Маск не был бы Маском, если не плевал с высокой колокольни на подобные штуки. В конце концов, демократы сделали все возможное, чтобы своими кривыми ручками срастить Маска и Пентакон. Где ВПК, там и самые большие деньги. А львиная доля американского ВПК поддерживала и будет поддерживать Трампа. Маск всего лишь пересел в поезд, идущий в другом направлении, поскольку вовремя сообразил, что завершится ситуация с демократами, если республиканцы выиграют промежуточные выборы в ноябре. Демократов ожидают крайне трудные времена и масса исков. А республиканцы возьмут хотя бы одну палату в Конгрессе. Твиттер изо всех сил пытается привлечь наиболее активных пользователей, которые жизненно важны для этого бизнеса. На этих активных твитов приходится менее 10% от общего числа пользователей в месяц. Но они генерируют 90% всех сообщений и половину мирового дохода. Вот чем занят Маск в данный момент. И появившаяся в Твиттере волна призывов немедленно уходить из Твиттера является всего лишь эпизодом борьбы с Маском. Как правило, часть этих сообщений генерируется программами. Поэтому Маску и его новой команде предстоит прошерстить серверы компании. После этого кривые ручки демократической партии будут оторваны по самые ушки. Более того, Маск решился на откровенную ересь. Он вообще намерен запретить бессрочные блокировки пользователей, если только аккаунты не принадлежат людям, осужденным за терроризм и некоторые другие социально опасные преступления. Маск преступно считает, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. Для либералов это настолько недопустимо, что они готовы биться с Маском до конца. Правда, конец будет совсем не таким, как они ожидают. Крупный бизнес все-таки решил взяться за голову. В противном случае, с нынешней либеральной политикой, он эту голову рискует окончательно потерять. Маск столкнется с проблемой увеличения доходов. Учитывая, что противоречивые мнения, которым он, похоже, хочет дать больше свободы действий, часто неприятны для рекламодателей, сказала аналитик Сюзанна Стритер. Естественно, потому что рекламодатели только и думают, что о расовой справедливости, гендерах и заднем приводе для всех страждущих, а не о прибыли своих компаний. Интересно, в каком инкубаторе выращивают таких аналитиков, как Сюзанна Стритер? Впрочем, это риторический вопрос. Глядя на происходящее, хочется пожелать им всем удачи в противостоянии друг с другом. Желательно, до полного исчезновения Соединенных пока Штатов. Не то, чтобы мы их ненавидим. Просто надоели они до чертиков со своей исключительностью. Адский пейзаж Твиттера. Олег Адольфович